Первый весенний день Сургут встречает вместе с мэром. В городе завершилась эпопея с выборами главы. Спустя месяц после первой неудачной попытки повторная процедура признана состоявшейся. Накануне большинство местных парламентариев проголосовали за Андрея Филатова, который до этого момента был депутатом Крушной Думы. Решение не стало сенсацией. Еще на этапе приема заявлений от кандидатов эксперты называли Филатова фаворитом из-за его богатого управленческого опыта. За историческим событием следила Светлана Славкина. Не выбрать уже нельзя. Как только в финальный тур прошли трое из 30 претендентов на должность главы, стало понятно, второй конкурс будет успешным. И после решающего думского заседания мэру Сургута все-таки появится. Первая попытка закончилась ничем из-за того, что на финишной прямой оказался только один кандидат. Остальных, а их было более 60, завернули еще на этапе проверки документации. Больше всего боялся, что снова какие-то технические вопросы сорвут процесс избрания главы, потому что нет ничего хуже, чем некое такое условное безвластие. Да, все мы понимаем, что есть вопросы, которые в отсутствии главы, они затормаживаются в связи с тем, что именно он должен принять решение, в каком направлении двигаться. И вот эта вот пауза, она ничего хорошего для города не несла. К итоговой процедуре допустили депутата окружной думы Андрея Филатова, заместителя директора городского департамента архитектуры Юрия Волгушкина и составившую конкуренцию мужчинам чиновницу из Сургутского района Аллу Сыч. Кандидаты познакомили общественность со своим видением городских проблем и предложили пути развития города. Немного попытав их вопросами, сургутские депутаты приступили к тайному голосованию. Управились оперативно всего за несколько минут. Также быстро сработала и счетная комиссия. В результате 20 из 22 голосов отданы в пользу Андрея Филатова. Такой исход конкурса вполне ожидаем. Сургутские парламентарии доверили город наиболее подготовленному и опытному управленцу. Новому мэру обещали поддержку его предшественники на собственном опыте, зная, как много непростой работы ему сейчас предстоит. Жизнь не вчера началась и не завтра закончится. Более того, город имеет свой генеральный план развития, город имеет стратегию развития, документы, на которые можно и должно опираться, не шарахаясь каждый год из стороны в сторону. Самое сложное – формировать команду, нацелить ее на решение задач. Уже спустя несколько часов после выборов Андрей Филатов официально вступил в должность. На торжественной церемонии инаугурации он принес присягу и принял ключ от города, пообещав приложить максимум усилий, чтобы стать Сургуту своим. Уже в ближайшее время у нового мэра появятся свои аккаунты в соцсетях для обратной связи с жителями и знакомства с их запросами. Да, я буду общаться, но это не будет ради того, чтобы общаться. Это будет только ради того, чтобы показывать и рассказывать о своей работе, если такой запрос будет. И здесь следовать, извините, моде или какой-то потребности, хайпануть, безусловно, что нет. У меня совсем другие задачи и другая работа. Сегодня у нового мэра Сургута первый официальный рабочий день. Хотя известно, что в городской администрации он провел все воскресенье, знакомясь с фронтом работы. Светлана Славкина, Рашид Латыпов, Вести Югория, Сургут.